В Самарской области появится центр нефрологии, возможно, уже в этом году на базе больницы имени Калинина. Об этом стало известно на межрегиональной конференции нефрологов. Для региона вопрос профилактики стоит остро. Каждый десятый житель страдает хроническим заболеванием почек. Как не довести до предела в нашем материале? Проведение конференции с участием международных специалистов именно в Самаре не случайно. Федеральные специалисты признают, регион в делах нефрологии лидер. Однако касается это в основном лечения заболеваний. Профилактика остается слабым звеном. В Самарской губернии в том числе развивается служба заместительной почечной терапии, гемодиализ, перитениальный диализ, трансплантация. Но, к сожалению, консервативная нефрология и особенно амбулаторная нефрология, раннее выявление таких пациентов страдает. Создание на базе больницы Калинина нефрологического центра. Если не решит проблему полностью, то ситуацию улучшит. Болезни почек давно стали в один ряд сердечными и онкологией. Смертность высокая. Поэтому привлекать к созданию центра будут и бюджетные средства, и деньги бизнеса. Уже в этом году. Развитие государственно-частного партнерства. То есть это развитие социальных концессий на базе крупных лечебных учреждений, где были диализные центры. То есть появление, значит, в данном случае еще лучших условий. То есть вот инвестирование таких средств частным бизнесом планируется в ближайший год до 320 миллионов рублей. Ситуация неутешительная в целом по России. Старая система нормативов отживает свое, а новое еще не придумано. По каким законам лечить почки? Этот вопрос также обсуждали нефрологи на конференции. Первичные учетные документы, работающие по обращаемости, не отражают реальную распространенность почечного заболевания. Мы, к сожалению, не можем сейчас нашему руководству Минздраву показать реальные цифры Российской Федерации. У нас нет регистров. Нам срочно надо формировать новую систему документов. Этому и посвящена была встреча лидеров. Нина Ванина, Алексей Вельмискин. Новости губернии.